Привет, мои хорошие! С вами Селена. Сегодня хочу испробовать такой тинт тени, тинт для глаз. На самом деле посмотрела некоторые видео, ну как посмотрела, именно в поисковике набрала, и посмотрела, что это уже очень давно делали. В принципе, это не новинка какая-то, вполне возможно, вы знаете, но я в первый раз это буду делать, и вообще в первый раз вдруг в поисковике что-то подобное набрала. В общем, выглядит это вот так, вот такие вот они, как приводнушки или как наклейки, ничего не могу понять, я только... Самый прикол в том, что я могла бы это сделать сейчас раньше, да, и вам уже показать все во всей красе. Но мне кажется, самое интересное именно, когда человек берет что-то в первый раз и пробует, и часто очень получается нелепо все в первый раз, да, с опытом. Мы будем с вами делать вот такие вот штучки, вот так они выглядят, я уже их достала. В комплекте идет кисточка и идет вот порошок какой-то белый здесь, наверное, это под глазки. Инструкция здесь очень неподробная, вот нарисована. В общем, я достаю, клею, отрываю, потом под бровями белым крашу. Наверное, это должно быть так. В общем, я вот в таких вот они штучках, двух были, я одну достала. Вот эта штука, она уже красится, отпечаталась, я не могла понять, сначала думала, не надо снимать. В общем, ее, видимо, надо снять. Вот так вот. Теперь надо ее наклеить на глаз, наверное. Я, честно говоря, вот боюсь, потому что она, видите, какая прям вся строгая, ровная, можно наклеить криво. Один так, другой так. В общем, у меня очищенные глаза. Давайте пробовать вместе. Я наклеиваю. Я не знаю, нужно ли это как-то чем-то, вот вообще не врублюсь как, вполне возможно, что это сейчас получится еренда какая-то. Вроде написано, что там надо сделать так. Сейчас проверим. А, вот, да. Написано пальчиком. Порастирать, поразминать. Сколько времени, непонятно. В общем, как бы я приклеиваю, да? И потом с внутренней стороны отрывать. Не знаю, достаточно времени или нет. Ой, мамочки. Ух ты. Получилось. Прикольно. Может быть, я не сначала сделала, но я лучше беленьким вот здесь закрашу. И вроде бы как его можно использовать, смотрите, пять раз написано. Я обратно положу сюда. Может, я его же? Нет. Или не его же. Ой, он красится. Наверное, знаете что? Вот эта присыпочка, которая на пальце остается. Наверное, эта присыпочка именно надо нам, поняли, поприсыпать. Ну, не знаю, насколько. Насколько это все. Главное, чтобы рисунок мы не испустили. Как пудра, знаете. Давайте возьмем более большую кисть. И прям насыпем как следует. Не жалею. Но... Как лучше. Давайте второй сделаем. Главное сделать ровно теперь. Главное сделать ровно теперь. Достаточно быстро, в принципе, тот у нас сделался. Может быть, сильно его там разглаживать не надо. Красиво. Ровно? У нас этот получился более отчетливый, видите? Может, сейчас, если припудрим, видимо, я тот от страха долго размазывала. Сейчас припудрим. Ну, почти одинаково, да? Ой, сильно кисточкой бить не нужно, потому что размазывается. В общем, теперь нам нужно, наверное, довести это все дело до совершенства. Не знаю, сколько будет держаться. Расскажу. Выйду из дома, расскажу. Но я возьму тени. Уголочки глаз я нанесу. Яркие, яркие тени вот такие. Что-то у нас слизистки. Можно прямо на карнавал идти. Потом, конечно же, нам нужно под бровки сделать красоту. Видите? Конечно, немножко получилось, видите? Не совсем ровно, потому что этот более отчетливо у меня получился. Этот нет. Я на будущее буду теперь знать, что чуть-чуть надо держать. И под глазки. Даже давайте чуть-чуть затемнем вот эти вот. Пробьем. Чтобы сделать их равномерными. Чуть-чуть нанесем наверх, чтобы сделать растушевочку. Можно использовать накладные ресницы. Но я не буду накладные ресницы использовать, потому что у меня свои хорошие. Я просто накрашу своей тушью кабаре. Ну вот и все, мои хорошие. Я закончила. И мне кажется, что получилось вообще просто превосходно с первого раза. И я теперь знаю, что я буду делать на свою фотосессию, которая у меня произойдет в ближайшее время. Хочу пофотографироваться. Обязательно вам потом покажу. Не скоро, конечно, но в общем покажу. И я вот хочу сделать себе прям такой мейкап. И использовать другие тени. Я видела, что есть разные оттенки. И мне очень понравилось. Прям замечательно, быстро. И красиво, и ярко. И я вообще довольна. Так что я пойду и накуплю себе их еще больше. Выглядят они вот так. Я уверена, что они есть на Алиэкспресс. Я их вообще купила 100 рублей. Это я купила на нашем рынке классика. Но я уверена, что есть это все на Алиэкспресс. И я поищу и прям наберу себе всех оттенков. Потому что есть там не только такие яркие, но и с дневной макияж и так далее. Очень быстро и красиво. И вообще супер. Так что вот такой мой отзыв. Если вам тоже понравилось, ставьте лайк. Пишите в комментариях. Мне будет очень интересно ваше мнение. Кто еще не подписан, обязательно подписывайся. И мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok